Мелкий деталисмент, крупный из круп, да, неудобный, да, я очень безопасно, да, долго закручиваю. Каждое лишнее движение может привести к финансовому краку, а вот от правильной организации рабочего места напрямую зависят объемы производства. Как работать по-новому? Теперь обучают на фабрике процессов. Тренировочная площадка для реальных предприятий открылась сегодня в Краснодаре. Запустили ее в рамках национального проекта «Повышение производительности труда». В среднем, рассматривая результаты работы предприятий, которые вошли в национальный проект и по итогам реализации первых пилотных проектов, время протекания процесса сокращается в разы. Даже не на х процентов, а в разы. Вышается эффективность, как бы, производительность в потоке. Участие в образовательной игре принимают сотрудники действующих предприятий, вошедших в нацпроект. Сегодня команда должна в кратчайшие сроки наладить выпуск регулятора давления газа. Но как оптимизировать процесс от изготовления до транспортировки решают сами участники. И здесь даже количество шагов может привести к успеху. Лишние движения сотрудника, соответственно, они к чему приводят? Затрудник тратит время, которое он мог потратить бы на изготовление какой-то продукции, на предоставление услуги. То, что непосредственно добавляет ценность продукции. Сократив вот эти вот ненужные движения, во-первых, мы высвобождаем его время, которое полезное будет ему для работы. Во-вторых, мы снижаем его, скажем так, утомляемость. За учебными столами представители абсолютно разных отраслей. От сельского хозяйства до пищевой промышленности. Принципы бережливых технологий одинаковы для всех. К примеру, чтобы добраться от оператора номер один к оператору номер два, нужно пересечь весь кабинет. Для оптимизации рабочего пространства достаточно сдвинуть парты ближе друг к другу. В самый разгар тренинга фабрику процессов посетил губернатор Краснодарского края. Такой визит, конечно, мог бы повлиять на время производственного процесса, но с другой стороны, общение с первым лицом региона – возможность, которую не упустит ни один бизнес. Модернизация в производстве начнется тогда, когда модернизация произойдет в голове, в умах. Вот тогда будет модернизация по-настоящему. И тогда производительность труда на самом деле станет производительностью, оптимизацией будет. Все будет, и прибыль будет расти, и зарплаты будут расти. И вот здесь, я так понимаю, на пальцах вам пытаются объяснить, как достигнуть повышения производительности труда, как достигнуть прибыли максимальной. Это все в совокупности отражается в наших задачах реализации национальных проектов, в том числе и национального проекта производительность труда. Вот кто может сказать, что у вас было в начале? В начале места были расположены не по технологическому процессу, как протекает, а некоторые операторы у нас простаивали, то есть у них было достаточно мало проблем. То есть мы смогли высвободить людей и перевести их на более сложные операции, которые больше загружены. Мы сейчас поставили операции по ходу выполнения технологического процесса так, чтобы операторы самостоятельно могли перемещать свои изделия. То есть из определенного хаоса, который был на столах, вы попытались сделать определенный алгоритм, то есть определенную причиненно-средственную связь, которая помогает вам достичь конкретного результата. В Краснодарском крае бережливое производство только в прошлом году внедрили почти в полсотни предприятиях. Стать участником нацпроекта по повышению производительности труда может компания с годовым оборотом от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей. Но на Кубани решили не ограничиваться средним и крупным бизнесом. И в рамках уже региональной программы оказывают помощь в оптимизации процессов и малым предприятиям. В первую очередь в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, транспортной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Мы должны создать такие производства, сохранить такие производства, модернизировать, переоснастить, переоборудовать, которые мы сможем сделать конкурентоспособными. И это правда. За нами здесь право принятия решения. Поэтому давайте примем правильное решение, исходя из того, что сколько у нас есть финансовые возможности, какие на самом деле предприятия подлежат модернизации и переоборудованию полностью, для того, чтобы не завтра, а на самом деле все, что в них государство вложило, вернули. Вернули рабочими местами, налогами, где-то добавочной стоимостью вернули. Вот тогда на самом деле по-настоящему будет производительность труда повышаться. И все в совокупности будет повышаться. И экономика будет расти. Одним из первых участников программы по повышению производительности труда в крае стал агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский». Его руководитель во время встречи губернатора с представителями компаний-участников нацпроекта рассказала о результатах внедрения бережливых технологий. Экономического роста на предприятии удалось добиться без дополнительных финансовых затрат. Когда только вместо 12 блоков в первую смену у нас вышло 13, такой азарт возник. Вот просто возник азарт. Первая смена стала соревноваться со второй сменой. И за декабрь месяц мы прибавили еще два блока. То есть за 4 месяца мы выполнили, условно говоря, поставленную перед собой двухлетнюю задачу. Технологическое отставание – одна из главных причин застарелой проблемы – низкой производительности труда. Чтобы ее повысить, в регионе разработали целый комплекс мер. Власти предлагают налоговые льготы и дешевые кредиты для всех участников нацпроекта. В конечном счете бюджет Краснодарского края, как и экономика в целом, должны не потерять, а наоборот получить. Новые рабочие места, современные предприятия и дополнительные поступления в казну, которые потом можно направлять на важнейшие сферы жизни. У нас по стратегии нашей 2030, мы должны к 2030 году в два раза увеличить рост промышленности, в два с половиной раза производительность труда, зарплата должна подняться на 80%. Бюджет должен быть не менее 600 миллиардов рублей. Многое, что должно быть, но в основе лежит экономика. А в основе производительности труда, в первую очередь, лежит не только организация труда, безусловно, а переоборудование, переоснащение, модернизация самого предприятия. Подчас у нас есть и такие предприятия, которые на самом деле давно уже нуждаются. И в переоборудовании, и в переоснащении, и в модернизации. А без этого, ну какая может быть производительность труда? Сегодня, безусловно, как мотивирующий инструмент, может быть и инвестиционный налоговый вычет. До 90% расходов мы будем вычитывать. Расходов, направленных на переоборудование, на модернизацию. Да, мы договорились, что предприятия, которые войдут в нацпроекты, под 2% они будут получать кредиты из фонда промышленности края. Быстрее всего, как отмечают эксперты, бережливые технологии осваивают в промышленном секторе. Искать новые подходы там заставляет высокая конкуренция. В условиях насыщенности рынка оптимизация собственных процессов может стать главным преимуществом. Но чтобы формула работала, надо, чтобы в нее поверили сами руководители предприятий. На встрече с губернатором один из ее участников пожаловался на сильную конкуренцию в отрасли. Но искусственно регулировать рынок будет неправильно, в свою очередь заметил Гнямин Кондратьев. Я лично обучился на Лидеры ПРО. И вот пока я учился, конкуренты, производящие продукцию, как и мы, вот я их всех знаю в регионе, они уже загружены мощности до 50%. Вот за этот год открылось еще два предприятия с выпуском такой же продукции, как и у нас, аналогичный. Вот сейчас эти производители за счет перераспределения прибыли просто дембингуют на рынке и все. Помогите им сбалансироваться сегодня, не потеряться, не растеряться, ну на самом деле не уйти с рынка, но рыночным способом. Знаете, вот я всегда претензии предъявляю к нашей высшей школе. Они натаскивают на предметы, а потом проходят 4 года либо 5, это не важно. Выходят выпускники с дипломами, с высшим образованием, они натасканы на ту или иную отрасль, а мыслить не научились. И потом раз происходит научно-техническая революция или раз производства уже сменились, а они натасканы на прежнее. И в новое не интегрируются, не понимают, что им делать. Мыслить не умеют, мыслить не умеют. Поэтому пока вы учились, уже раз ситуация на рынке поменялась. А вы, конечно, хорошо овладели, но время ушло, и вы вместе с этим временем тоже можете раз и уйти. А вы должны остаться, еще и в будущее идти. Вот здесь нужно научиться мыслить так, чтобы оставаться и в сегодняшнем, и в дальнейшнем вне, при этом уверенно оставаться. Это очень важно. Поэтому не оставьте того, здесь я вам поручения даю. И, Александр Ильич, то же самое, остайтесь после совещания, проговорите с ним. Оптимизация рабочих циклов и повышение эффективности труда – не столько дань новомодным веяниям в бизнес-индустрии, сколько прагматичный взгляд в будущее, в котором производственные процессы серьезно изменятся. И здесь важно не отстать от требований времени, чтобы создать устойчивую экономику. И самое главное – желание. Я смотрю по вам, что у вас желание это есть. И мне важно на ваших примерах, чтобы подобные предприятия, неважно в какой отрасли, на вашем примере тоже захотели это сделать. Вот что очень важно. Не словами, а делами. Делами, когда у вас получится, а потом у других получится. И вместе начали достигать новых результатов. Только в этом году привлечь к участию в нацпроекте, чтобы повысить эффективность производства, в Краснодарском крае рассчитывают 60 предприятий. Ну а к 2024 году компаний, которые внедрили у себя бережливые технологии, на Кубани должно быть не меньше 349.